Дорогие друзья, сегодня вышел в эфир, потому что вчера наши любимые госуслуги, гад услуги прислали мне замечательное сообщение. Владимир говорит, а не хотите ли гектар бесплатно, бес заплатит за вас, за этот гектар, где-нибудь рядом с вулканом хотите или рядом с морем дальневосточным, рядом с дальневосточным морем. Те, кто на Дальнем Востоке живут, они знают, как это рядом с дальневосточным морем или рядом с вулканом, к примеру, да, такие вот сидят себе люди где-то в городах, там, в Перми, там, или еще где-то, никогда не были там на Дальнем Востоке. Говорит, давайте, говорит, к этой самой, к вулкану поближе, да, или вот в Арктику. Гектар, говорит, в Арктике, говорит, хорошо, говорит, вам будет. Да? Милое дело. Дорогие мои, что же это за странные такие события, которые случаются у нас? Что это за аттракцион бесконечной щедрости случился? Вдруг аттракцион бесконечной щедрости. А это последователи рыжего мракобеса. Ну, рыжий мракобес – это официальное лицо прихватизации, вы знаете, наверное, да? Да? Который вроде как он придумал. Ну, на самом деле, вы понимаете, что никто здесь из вот этих вот менеджеров, которые имели место быть и имеют место быть, никто ничего не придумывает. Что говорят, то и делают. Сказали прихватизировать, прихватизировали. А сейчас номинально прихватизировать нужно все земли тоже. То есть, каким-то образом же и нужно их китайцам продать. Все очень просто. Поэтому, дорогие, халява – это такое сладкое слово. Говорит, берите, мои хорошие, на халяву землицу в Усть-Педрищенске. А что, на халяву же, говорит. Хорошо, говорит, на халяву в Усть-Педрищенске, землицу. Давайте, говорит, туда. К вулканам там, к разным всяким морским побережьям, где дует теплый, так сказать, можно сказать, средиземноморский климат. Ветра нету, легкий бриз такой. Лежите себе там на шезлонге рядом с северным ледовитым океаном, куркой льда покрываетесь, так сказать, под морозным утренним или вечерним приморским солнцем, если оно там бывает. Отчего же все вообще это понадобилось делать? А все очень просто. Дорогие мои, нужно соблюсти определенную последовательность действий. Сначала нужно, чтобы товарищи россияне оформили на себя дальневосточный гектар. Бесплатно, без заплаты. Потом они будут думать, а чего же, говорит, нам с ним делать? А потом через некоторое время им скажут, говорит, друзья мои, у вас гектар-то есть-то за землю налоги платить? Как это вы землю взяли, мои хорошие, а налоги не платите? Непорядок, непорядок. Говорит, не хотите налоги платить? Тогда продавайте. Тогда продавайте. Или отдавайте. Или продавайте. Ну, совсем за бесценок. Бумажек-то напечатать вообще проблем-то никаких. Бумажечек таких с цифрками нарисовали, говорит, казначейских билетов. Говорит, вот вам казначейских билетов за землицу. Говорит, а теперь, говорит, она же, говорит, прихватизированная, говорит, эта земля. Она в частной собственности была. Там и закон подоспеет, что можно и китайцам продать. А что? Говорит, хорошо. Говорит, да. Как, говорит, сделать Дальний Восток японским или китайским? Да? Очень просто. Нужно сначала взять и землицу всю оформить на детлопитеков. А потом детлопитеки сами захотят от этого быстренько избавиться. Великое дело халява. На халяву, говорит, все пролетает на ура. На раз, два, три. Так что посмотрел я на все вот это безобразие, где эти ГАД-услуги, ГАЗ-ГОД-услуги. Мне предложили свои услуги. Говорит, спасибо, друзья. Я уж как-нибудь без сибирского гектара или там дальневосточного гектара тут уж как-нибудь в Таиланде, да, останусь. Не поеду к Баренцеву морю, туда, богатые, да, полезными ископаемыми. Но вы что, с лопатой будете там полезные ископаемые добывать такие? Москвачи такие и, к примеру, эти самые новосибирцы лопату в руки и пошли себе на вулкан добывать полезные. Ископаемые с лопатой и киркой очень любопытно будет посмотреть, как это будет случаться. Для того, чтобы добычей полезных ископаемых заниматься, нужно иметь весьма большие ресурсы. А это строительная техника, опять-таки рабов надо набрать, которые будут этой строительной техникой управлять и не гундеть еще при этом. То есть какие-то бумажки им давать еще за то, что они там что-то добывают, что называются денежными знахами. Поэтому, дорогие друзья, все достаточно забавно и весело. Но не настолько вкусен, не настолько вкусна конфетка, насколько ее обертка. В этой обертке завернута очевидная какашечка, раскусив которой послевкусие такое очень скверное остается. Я говорю, первое послевкусие на халявку получили все, а потом налоговая инспекция, наши дорогие друзья, такие пришлют вам бумажку, что вы должны платить денежки. Говорят, не хотите платить денежки? Давайте-ка отдавайте или продавайте. Ну, желающих на покупку поначалу-то и не будет никаких, потому что кому ваш гектар там нужен в Усть-Жопинске, жопой клюкву толочь, которая там не растет в тех условиях. Это никак неинтересно. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, не излечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Говорит, не ерничайте. Это вы к зеркалу подойдите, вот там вот и рассказывать будете по поводу ерничать и не ерничать. Вы тут пришли в чужой дом, по сути, и говорите, говорит, вы тут это делаете, а это не делаете. Вы вообще в своем уме, дорогой друг, говорит, идите к соседу, зайдите и скажите, что ваш сосед, соседка неправильно варит суп, что туда нужно не говядину класть, да, а в суп надо, а какую-нибудь там какашку, которая там вот вам нравится, туда класть. Вот поэтому, мои хорошие, если что-то не нравится, добро пожаловать отсюда. Вы чего сюда пришли? Для того, чтобы мне рассказывать, как мне вести передачу, что ли? Владимир, по вашим же словам, у каждого изделия есть паспорт. Человек изделия богов, следовательно, паспорт положен. Настоящий паспорт – это подпись в ДНК, и это четко совершенно. Поэтому паспортина, вот эта бумажная паспортина, это исключительно для игры предназначено, и больше никак. Доброе утро, любимый Владимир, скажите, как вы относитесь к астрологии? А я уже рассказывал, и к астрологии, и к гаданию на кофейной гуще, и к гаданию на собачьих какашках я отношусь абсолютно одинаково. Я не говорю о том, что это плохо, и собачьи какашки здесь вовсе применены не для того, чтобы это опошлить. Потому что у каждого свой инструмент. У кого-то хорошо получается предсказывать на кофейной гуще, а у кого-то там и на собачьих какашках, да. На костях же гадают. Если индивидуум занимается своим делом, и в его руках, будь то кости, будь то астрология, будь то любой другой инструмент, или собачьи какашки, или кубики, например, да, если у него все получается, то и хорошо. Поэтому к инструменту как можно относиться? Как к инструменту, и все. Понимаете, как все добывается в той же Норвегии и идет на пользу людям. В России все идет чиновникам. С чего вы взяли, что в Норвегии все идет на пользу людям? В Норвегии-то были вообще? Для того, чтобы говорить. У них просто тюрьма, в которых условия содержания двуногих заключенных более комфортные, чем у вас. Поэтому вы в сравнительных формах тут и рассказываете, что вот у них все на благо народа. Да, особенно защитные мероприятия тоже на благо народа. Идеи, и дело, и отказываться нельзя. Говорит, да, конечно. Правда, что фотографирование на загранпаспорт оставляет на лбу метку. Дорогие мои, вы знаете, вот это загадка, на которую ответа нет. Но что точно оставляет след в умах, это страх, который образуется у людей, чего им не скажи. Говорит, метка у тебя будет, если ты сфотографируешь, чтобы человек боялся. И с детства, когда индивидуум начинает изучать язык, свой язык, ну неважно какой, русский, не русский, английский, немецкий, родной язык, то ему с этим родным языком начинают рассказывать, о чем надо в этом мире бояться. Ну вот в том числе обязательно надо бояться фотографирования на паспорт. Желательно бояться настолько, чтобы какашульки из попки вылетали прям при запорах. Очень хорошо, тогда никаких слабительных принимать не надо. Прошу прощения, не хотел уронить ваш авторитет. Уронить то, чего нету, невозможно. Мне не нужен никакой авторитет. И мне не нужно никакое мнение, ни положительное, ни отрицательное. То есть, когда человек самодостаточный, ему до лампочки вообще чье-то мнение, он на него не ориентируется, понимаете, это рабское. Хотите, слушайте, не хотите, идите свои дороги. Как избавиться от тех, кто управляет телом? Те самые, которые заставляют тело чихать, когда вы от них не избавитесь. Карла Густава Юнга, почитайте. Там у него все очень хорошо написано. В тавистофских лекциях про это дело хорошо написано. Вы не можете избавиться от части себя. Никак. Владимир, как перестать отдавать свою энергию? Перестать нервничать. Потому что психологические затраты, которые совершаются при негативных эмоциях, являются основной энергозатратной позицией. Это гораздо более затратно, чем, скажем, разгружать вагоны апельсины бочками. Владимир, как убрать птеригиум на глазу? Есть комплекс терапии птеригиума. Все вопросы к Юляшу. Пожалуйста. Кто там такие картинки прикольно рисует? Художник есть такой. Мне нравятся его картинки. Подходящие очень. Как избавиться от цистита народным способом? А что в вашем понимании способ народный? То есть не химический, вы хотите сказать? Пожалуйста, заходите на сайт Азиабиофарм. Там есть готовый для вас комплекс по мочеводелительной системе. Берите, пожалуйста, и пользуйтесь. В том числе системой. Родинки и папилломы. Это программы. Соответственно, это тоже можно все убрать. А может быть обострение болезни после приема назначенных вами трав часто бывает так? Я вам сейчас поясню. То есть человек начинает себя первые, особенно три дня, думает, что у него обострение. Начинает чувствовать себя плохо. Как правило, часто, часто точнее, в большинстве случаев назначение содержит противопаразитарный комплект. Если у вас есть особенно лемблии, они подыхают и начинают разлагаться, и происходит интоксикация вашего организма. Много раз говорил ранее, если с вами случается подобная ситуация, то нужно связаться по возможности быстрее с Юлечкой и объяснить, что с вами происходит. Здесь нужно делать промывание кишечника в этом случае. То есть, когда паразитятки-то помирают внутри, вы же их там траванули, они померли. А трупы-то, трупы-то выводить же нужно из их жилища, то есть из вашего организма. Этим занимается лимфатическая система, выведением токсина. На это требуется определенное время. Но это зависит еще от количества малышей, которые померли внутри вашего тела. Надо это тоже понимать. Дорогие друзья, все, кто задает актуальные вопросы по здравию тела. Я вижу очень много вопросов, связанных со здоровьем. Сейчас я постараюсь закончить этот эфир и опубликовать ссылку, пройдя по которой вы попадете в тот чат на телеграме, где, пожалуйста, вы можете задать все вопросы. Я там отвечаю на все вопросы по здравию тела. И делаю назначения. Тогда, когда эти назначения сделать реальными. Потому что если у индивидуума множественное поражение, не только геморрой. Если у вас геморрой и больше ничего нет, очень просто задача решается. К примеру. Или если у вас тиреоиды и больше ничего нет. Тоже просто задача решается. А вот если там и голова, и жопа, и ухо, и нос, и сиська, писька, хвост, ну тогда, конечно, только через консультацию. А консультацию можно записаться через Юлечку. Есть они и текстовые, то есть когда анкету вы заполняете, есть и голосовые, есть и даже видео для тех, кому денег девать некуда. Хотя видео они практически никогда не нужны бывают. Но это так. Здравие тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.